Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студию ведущий Пётр Горохов. И сегодня у нас в гостях человек, которого вы очень хорошо знаете. Это благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии, архимандрит Нестор. Батюшка, здравствуйте! Вечер добрый всем! Я сразу хочу сказать, что мы работаем в прямом эфире. У нас в студии работает телефон 508-86-84, код 495. Если вы хотите задать благочинному какие-то вопросы, то можете смело этот номер набирать. И батюшка в прямом эфире все ваши сомнения развеет, ответит на все интересующие вас вопросы. Ну, а мы пока начинаем. Я хотел бы, конечно, начать с той даты. Мы выходим в прямой эфир 11 августа. И вот не так давно я узнал, что, оказывается, этот день – это Рождество святителя Николая Чудотворца. Ну, все мы хорошо знаем Николу Зимнего праздник, Николу Майского. Но, вот, честно говоря, до сих пор я не знал, что, оказывается, еще есть и Рождество святителя Николая, очень почитаемого на Руси святого. Почему этот праздник как-то менее заметен среди прочих, батюшка? Ну, вы правильно отметили, что святитель Николай, архиепископ Мерликийский – это город в Малой Азии сейчас, Турция, один из наиболее почитаемых святых не только в Русской Церкви, но и во всем мире. И, может быть, даже самый почитаемый святой. Вот простой пример у нас. На Новый год подарки приносит Дед Мороз, а на Западе приносит Санта-Клаус. Это святитель Николай. Первое. Ну, действительно, всем мы знаем о двух праздниках святителя Николая. Как в народе говорят, Никола Зимний, Никола Летний. Сегодняшний день Рождества святителя Николая особо не выделен в богослужебной традиции Церкви. Почему? Ну, во-первых, XIV-XV век этот праздник был характерен только для Руси. Греческие церкви не знают этого дня. Точно указать день рождения святителя Николая невозможно. Потому что практически нет проверенных исторических, доказанных данных его биографии. То, что есть, это предание. Но дело все в том, что отсутствие документов, вот удивительная вещь в Церкви, совершенно не мешает его почитанию. Почему? А потому что не по документам его почитают, а почитают его и чтут, как результат его помощи, реальной помощи людям. И вот здесь, мне кажется, проявляется один из критериев истинности. Если человек на протяжении, ну, это IV век, сейчас у нас XXI, на протяжении более полутора тысяч, ну, примерно, помогает людям, я хочу подчеркнуть, реально помогает людям, то это вот есть основа, есть опыт, религиозный опыт помощи, получаемый от святителя Николая. Но человека сколько можно раз обмануть? Ну, пять, десять, двадцать раз, так? Ну, а на тридцатый раз он скажет, ну, хватит, сколько можно. А вот здесь вот как раз это и проявляется. И не случайно вот такое почитание святителя Николая. И поэтому, вы знаете, ну, когда он родился, дата, ну, неизвестно. Мы о современниках иногда бывает до конца не знаем. Да, вот. Но самое главное, самое главное в том, что люди его помнят, обращаются к нему с просьбами, с молитвой, и действительно получают помощь. Ну, я думаю, что этот день в любом случае не лишним будет вспомнить его, добрым словом попросить его о помощи, да, святой Николай, мы так тебя любим, знай, известный очень такой напев. И, конечно, можно поздравить сегодня именины все-таки у Николая, у всех Николаев, тех Николаевичей, поздравить с этим прекрасным днем. Все равно этот день действительно замечательный и пожелать им всяческих успехов и помощи своего небесного покровителя. И, кстати, вот, продолжая наш разговор об оказании святыми помощи людям, недавно был такой момент, один мой знакомый рассказал мне о том, что он посетил Покровский монастырь в Москве, где с 1998 года покоятся мощи Святой Блаженной Матроны Московской, отстоял несколько часов в очереди, и в этой очереди у меня произошли интересные встречи с представителями других конфессий, других религий, которые стояли и тоже хотели поклониться православной святой. Да, вот вообще, честно говоря, я не думал, что такое в принципе возможно, как вообще это можно прокомментировать, и опять же, в свете того, что и Матрона помогает, и батюшка Николай, архиепископ Мерликийских помогает. Вот действительно, вот это смешение в одной очереди, в очереди к православному святому, людей разных вер, это как? А вы знаете, я скажу вам, я сам в 90-х или конец 80-х годах был в Ливане, и там монастырь, где мощи Иоанна Предтечия. И я удивился, очередь из мусульман приложится к мощам и с молитвами обращаются к нему. Своими? Да, да, мусульмане. И я спросил там представителя антиохийской православной церкви, как это, возможно, я тоже был изумлен. Вот, а для нас это совершенно обычная вещь. Да, мусульмане почитают Иоанна Предтечия, почитают святителя Николая. Не все, конечно, но те, которые знают, те, которые реально получили помощь, они обращаются и получают эту помощь. Любовь Божия простирается на многих, очень многих людей. Ну, в связи с этим вспоминается пример один. Я его привожу часто в разговорах с людьми о том, что, например, когда Иоанн Кронштадтский вставал на молитву, с ним рядом вставали на молитву и мусульмане, и тоже представители других вер, причем это были не простые люди, а тоже священнослужители. И потому что настолько велик был его авторитет, и настолько очевидна его сила и связь с Богом, что они не считали это неправильным чем-то. Ну, вот я хочу сказать здесь, чтобы у людей было ясно, что не совершается совместное богослужение, а просто представители других религий приходят сами с молитвой к великим святым православной церкви. Ну, и хотелось бы вернуться в наш Одинцовский район от таких общих глобальных вопросов. Не так давно наша съемочная группа побывала в Заречье, где строится, ну, грандиозный, на мой счет, для такого, тем более, небольшого поселения храм новомучеников и исповедников российских. И сделано очень много, но и предстоит, как минимум, сделать еще не меньше. Вообще, каковы сегодня перспективы этой стройки, и когда же Заречье, понятно, что службы там уже идут, но тем не менее, когда Заречье уже получат готовый храм, где уже не будет строительных работ, а будут идти только службы, и вокруг которых приходская жизнь закрутится в полном объеме. Ну, во-первых, начнем с того, что служба и приходская жизнь идут в полном объеме. Правда, надо говорить, в каких условиях. Воскресная школа, занятия проходят в подвалах, в палатках. Вот. Там очень хороший священник, настоящий пастырь, который своей жизнью показывает, что у него слова не расходятся с делами. Он служит. Если надо, садится сам в эскаватор, грузит песок, таскает цемент. Да, он по стройке ходит, как прораб был. Нет, вот я с ним разговаривал. Сейчас он там с кроличками сидит, крышу кроет. Вот. Вот сейчас вот сегодняшняя его задача успеть до сентября покрыть крышу, когда пойдут дожди. Уже такие осенние. Вот. Какие перспективы? Этот храм строится только на частные пожертвования. Только на деньги прихожан. Те, кто видят, как трудится священник, и приносят, и помогают ему. Назаричи одно из самых маленьких поселений. Да. По размеру и по населению. Да. И уже много лет там, это сейчас скажу, уже более десяти лет. По-моему, митрополитом Коломенским и Крутицким ювеналем в 2002 году, если не ошибаюсь, проект был освящен. Сам этот вот... Нет, 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 митрополита там не было. Закладку делал, чин закладки делал. Я утвержден проект. Но он был, но он еще много раз переделался. Там же ведь в свое время Банк Абсолют обещался помочь. Но обещать это еще не значит выполнить. Хотя там ему были преференции предоставлены, но, увы, и ах. Но преференция к банку дела и закончилась, да? Да. Ну, как это часто и бывает. Для меня это очень близкий приход, потому что первым настоятелем я был там я. Я там начинал организовывать приходскую жизнь. Вот. Ну, естественно, постоянно служить я там не мог. И я посылал священников, которые совершали очередные богослужения, а сам только курировал. И вот до тех пор, пока не нашли туда отца Александра Коновалова, вот этого хорошего деятельного священника. Если Бог даст, то, может быть, в следующем году, к осени, уже завершат. Ну, да, это Бог. И от одной стройки к другой, батюшка, хотелось бы узнать все-таки о ходе строительства, строительстве Екатеринского храма. Как там обстоят дела, поскольку изначально все было достаточно сложно. Изначально было достаточно сложно. Я помню эти слушания. Сейчас мы получили полную поддержку со стороны администрации в этом вопросе. И вот что сейчас, на данный момент, прошли согласования, технические условия по переносу коммуникаций. Перед тем, как строить, надо переносить коммуникации. Ну, дело за малым. Теперь дело за малым. Настоятелем там, отец Григорий Федотов, в этом храме. Вот. Только сейчас вот надежда, что народ поможет перенести, оплатить перенос коммуникаций. Если этой осенью удастся это сделать, то думаю, что с весны следующего года уже, может быть, приступать и к строительству храма. Но, я вам скажу, у нас в Одинцово намечается строительство не только Екатериненского храма, но большого здания воскресной школы при Георгиевском соборе. Батюшка, я прерву, у нас есть звонок на линии, давайте мы ответим телезрителю и потом вернемся к строительству воскресной школы. Здравствуйте, вы в эфире, представляйтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос нашему гостю. Добрый вечер. Вечер добрый. Здравствуйте, отец Местор, благословите. Меня зовут Екатерина. У меня такой вопрос, если такое прекрасное дело будет начинаться в следующем году, будет стройка этого храма, Может быть, нужно, чтобы мы, миряне, помогали, как-то нужна помощь наша, и собирать пожертвования, может быть, надо на храм, и на школу в Акурске, и на такое замечательное дело. Это про Екатериненские, да, вы сейчас? Да, да. Естественно. Без вашей помощи это невозможно. Но Трехгорка, она сама, как маленький город, там приход Тогу-Гу. Да, там приход Народ. Там можно рассчитывать, если люди объединятся, всем мир построить достаточно быстро. Да. Ну, и здесь, я вам скажу, за богослужением и отец Григорий в Гребневском храме, и я в Георгиевском соборе постоянно объявляю об этом. Висят объявления с просьбой помочь строительству Екатериненского храма. Висят объявления с просьбой помочь в строительстве воскресной школы при Георгиевском соборе. Естественно, что без вашей помощи мы ничего не сможем сделать. Потому что, в конце концов, это и делается для вашей помощи. Для помощи вам нужна ваша помощь. Вот все знают, что какой великолепный центр при Гребневском храме. Сейчас там занимается более полутора тысяч, я уже как-то об этом говорил, человек. Общеобразовательная православная школа, хоровая школа, множество секций, кружков. Чего там только нет. А при Георгиевском соборе пока нет ничего. Дети занимаются и взрослые в подвалах, в очень стесненных условиях. И вот чтобы этого не было, сейчас вот уже разработан проект. Практически все уже технический проект утвержден. Будет трехэтажное здание с хорошими аудиториями, с конференц-залом, столовая для детей. Ну, как, все так же, как при Гребневском храме. И надеюсь, что в следующей весной так же приступим к строительству. Но еще раз хочу сказать, без вашей помощи мы ничего не сможем сделать. Батюшка, у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Представляйтесь, пожалуйста, и задавайте благочинному ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Валерьевна. Я живу в Новой Трехгорке. Мы все очень обрадовались, когда у нас появился здесь временные храмы и службы. Я сама была свидетелем. Многие люди приходили и благодарили, что наконец началось здесь благослужение. Хотелось бы узнать, определились ли с местом строительства? И вот какие перспективы у прихожан получить какой-то теплый, защищенный от зной и дождей? Храм. Значит, сразу отвечу вам. Вот тот, что земля, которая есть, это приходская земля, которая принадлежит к приходу. А администрация хочет найти более удобный участок, как для прихода, так и для жителей. Но вне зависимости от того, вот сейчас ли участок этот найдется или позже, мы должны быть реалистами. В эту зиму здание не будет построено. Поэтому, что планируется? Как вот выйти из сложившейся ситуации? Ну что, не начинать богослужение было нехорошо. Надо служить. Ждать, пока храм построится? Ну, это можно ждать долго. Поэтому, вот, думается, что лучше все будет сделать так. Соединить несколько вагончиков и сделать эти вагончики отапливаемые. И зимой, вот предположим, даже четыре вагончика соединить, уже какое-то помещение более-менее теплое для совершения богослужения будет. Думаю, что эту зиму вот таких вот условий. Времянка, скажем. Времяночка такая была. Лучше она, чем ждать красавца храма. Да. Хотелось бы теперь еще об одной дате поговорить, батюшка. 14 августа начинается один из самых древних постов, Успенский пост. Насколько я знаю, он посвящен сразу нескольким важным событиям. Вообще, что это вот за пост и степень его важности для христианина? Значит, Успенский пост, его название уже говорит о том, кому посвящен. Посвящен успенскому успению, то есть в переводе с славянского языка, кончине Божьей Матери. Во время Успенского поста церковь отмечает три крупных праздника. Один двунадесятый, это один из самых больших двенадцать праздников в году, это преображение Господня. 14-го изнесения древчестного креста и 29-го нерукотворный образ. Вот, как говорится, три спаса. Успенский пост действительно один из древнейших постов и один из самых строгих постов. Какая цель этого поста? В принципе, как и любого поста. Подготовить себя к достойной встрече праздника Успения Пресвятой Богородицы. Очистить себя от всего злого, греховного, с тем, чтобы настоящая радость была у человека, тогда, когда он встречает этот праздник. Вот, если кратко. У нас есть телефонный звонок, подожди, давайте ответим. Здравствуйте, представляйтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос нашему гостю. Алло. Алло, да, мы вас слушаем. Я из поселка Ново-Иваново. Я хочу поблагодарить всех участников организации праздника Крепнисты Божьей Москвы. Я была на этом празднике, вот, и очень осталась довольна, и я вычастливась. И еще хочу поблагодарить всех психожан, которые молятся за меня. Меня обнаружили онкологическое заболевание. Никто равнодушным не остается. Всех благодарю. Спасибо большое. Помогаю вам, Господь, да укрепит Он вас, чтобы бодрость Духа в вас пребывала все время. А если вы сильны Духом, то, знаете, верьте, это самое главное. Это поможет вам в любой ситуации. А то, что вот вы сказали насчет Гребневского храма, для меня это родной храм, потому что много лет я был настоятелем в Гребневском храме. Но сейчас, вот, в силу своих служебных обязанностей, вот, уже, вот с тех пор, как я перестал быть настоятелем Гребневского храма, я служу этот праздник в Новодевичьем монастыре. Почему? Потому что икона Гребневской Божьей Матери совпадает со Смоленской в один день. А в Новодевичьем Смоленский собор. Там престольный праздник. И служит владыка митрополит наш, довольно часто святейший патриарх. И поэтому, в силу своих обязанностей, я должен быть там. Спасибо за то, что вы так оценили подготовку и проведение праздника Гребневской иконы Божьей Матери в нашем городе. Батюшка, еще один вопрос про пост. Ну, может быть, это из разряда суеверий, а может быть, действительно так. Существует мнение, что вообще в пост нельзя начинать важных дел, успеха не будет. Так ли это, или это, ну, скажем так, просто примета, не имеющая под собой никаких оснований? Я вам кратко скажу, это не примета, это суеверие. То есть, глупость, которая, бывает, внушается лукавым людям. То есть, людям от лукавого, так, чтобы ясно было моя формулировка. Чтобы человека отвратить от важных каких-то дел. Да, 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 совершенно. Однозначно. Довольно часто вот на нашу почту, на почту программы приходят вопросы от телезрителей о том, кто и как Чаду может стать крестным. И вообще, как вот готовиться крестным родителям, будущим крестным родителям к этому событию. Вообще, действительно, вот сам процесс подготовки, насколько он сложен. И есть ли какие-то ограничения в том, кто может быть крестным, а кто нет? Это когда с родственными связями связано? Да, есть ограничения. Но для того, чтобы сказать о том, кто может быть крестным, во-первых, надо поговорить сначала о том, кто такие крестные, чтобы было понятно. Говорить о том, что такое крестное, надо говорить о том, что такое крестиное. Вот я постараюсь очень сжато, потому что времени уже не так много. Крещение – это таинство вступления в церковь. Через крещение человек становится членом церкви. Только верующий человек может креститься. Потому что только верующий человек может быть членом церкви. А как же тогда крещение младенцев? Совершенно верно. И я это еще раз вам и повторяю. Только верующий может креститься. И вот если вы возьмете чин крещения, он состоит из двух частей. Первое – чин оглашения. Оглашение означает научение. А потом уже само таинство крещения. В чине оглашения крещаемый, во-первых, обещает, что будет отныне жить по законам Божьим. Отрекается от жизни по законам зла. И исповедует свою веру в Иисуса Христа. Это обязательно. Но без этого человек не может быть крещен. Вот только после этого начинается само таинство крещения. И вот теперь мы как раз переходим к тому вопросу, который только что вы задали. А как же вот младенца? Получается, что в таком случае профанация. Ну да, еще не осознанный человек, который не вступил в сознание. Так вот, для того, чтобы не было этой профанации, и существует институт крестных, которые от имени своего крестника приносят эти обеты Богу. Что они воспитают своего крестника по законам правды и в вере в Господа Иисуса Христа и в верности верным членам церкви. Несут за это ответственность. И несут за это ответственность. Через таинство крещения крестные становятся одними самыми близкими родственниками. Отсюда следует первое требование, что крестными могут быть только православные. Логично, правильно? Поскольку через таинство крещения становятся близкими родственниками, как и крестному, так и между собой, муж и жена не могут быть. Они уже и так родственники. Крестные должны осознавать также еще одну вещь, что по степени родства они идут сразу вслед за родителями для ребенка. И если, не дай Бог, что случается с родителями, то крестные должны заступить на их место. И поэтому крестные должны всегда очень хорошо подумать. И это реально, что, какую абузу, извините, за такое выражение или груз ответственности они берут на себя. Поэтому перед тем, как крестные могут стать крестными, вот согласно решению Архиерейского собора, пятилетней, кажется, давности, каждый крестный должен пройти беседы со священником. Например, и получить, да, ну, подтверждение того, что они действительно церковные. Актистат, соответственно. Ну, я не хочу использовать это слово. Ну, оно понятно. Подтверждение. Тогда, когда человек, священник видит этого человека, ему ничего не надо. Ничего получать, потому что и так все ясно. А если человек пришел, если священник его не знает, ну, конечно. Поэтому в каждом храме проходит собеседование, и после которых крестные могут стать крестными. Бывает, говорят, что вот, вот, также в продолжении темы насчет дел по сном, что беременные женщины не могут быть вот крестными. Тоже ерунда. Глупость. Ведь это такая радость и такая честь быть, носить ребенка. Как это может препятствовать быть крестными. Ну, это просто нонсенс. Вот. Вот это в двух словах. И вообще, нужно ли спешить с этой процедурой? Ведь раньше, ну, когда случалась беда и умирал младенец некрещеным, это считалось величайшей трагедией в семье, насколько я знаю. Вот вообще с этой процедурой надо ли спешить или, может быть, дождаться там времени, когда чадо в более осознанный возраст перейдет и для него эта процедура будет так осмысленной? Церковная история знает несколько практик. Древняя церковь в основном крестили в древней церкви в более взрослом возрасте, хотя и крестили также и младенцев. С течением времени церковь перешла на практику, что крестит младенцев. Почему? Основывается это на том, чтобы не лишать ребенка благодати Божией. В самом беспомощном возрасте. да, 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 А крестные должны знать, какую ответственность они берут на себя и с них спросятся и перед Богом, и перед церковью, и перед людьми. Ну что ж, у нас остается не так много времени, хотелось бы еще задать такой вопрос, мы с вами достаточно часто разговариваем, ну, если можно так выразиться, да, технологии молитвы, потому что молиться можно по-разному, да, чья-то молитва действенная, а чья-то уходит в пустую, и очевидно, здесь понятно, что все зависит от подхода человека молящегося, да, и вот сегодня спрошу вас вот о чем, насколько важно верующему понимать священный текст, не секрет, что церковно-славянский в принципе бывает понятен, но многие слова, хотя и звучат достаточно понятно, иногда обозначают не совсем то, о чем человек думает, предполагает, да, и вообще, кстати, какое-то время назад была дискуссия о том, что необходимо, может быть, даже и богослужение на современный русский язык переводить, на что, помню, Дмитрий Сергеевич Лихачев, наш известный ученый, ответил, неужели вам сложно выучить 50 старославянских церковно-славянских слов, чтобы все это понимать, вот насколько вообще важно это понимание смысла? Значит, скажу сразу же, понимание смысла очень важно. У апостола Павла есть такие слова, я предпочитаю сказать несколько слов разумно в обычном языке, чем тьму на непонятном. В истории церкви была так называемая трехязычная ересь. Объясню, что это такое. Были такие ревнители, которые говорили, что священное писание и богослужение можно проводить, и читать священное писание и богослужение можно проводить только на трех священных языках. на еврейском, на латыни и на древнегреческом. Вот на этих языках, на христе, на табличке было написано Иисус, Иисус, царь иудейский. Против этой ереси, это действительно была ересь, осуждено было церковью, выступили святой Кирилл и Мефодий, которые перевели и священное писание, и богослужение на понятный язык для славян. Церковь распространяется в той, и проповедует в соответствии с той культурной традиции, где она находится. Предположим, просветитель Коми, Стефан Пермский, он перевел и богослужение на язык зырян. Равноапостольный Николай Японский, он проповедовал в Японии. И, естественно, богослужение в Японии совершалось на японском языке. У нас, в нашей традиции, здесь, во-первых, что надо понимать? Церковь – это живой организм. И здесь это очень тонкий и деликатный вопрос баланса сохранения традиции, а традиции надо хранить, их надо соблюдать. И редактирование текстов. Постепенно вот издаются минии богослужебные, книги различные, и в них, например, потихонечку бывает, меняют архаичные слова. В канонах бывает, встречаются греческие слова, которые остались непереведенные. Их, или неудобо слагаемая фраза, их переделывают на более понятные. Но что важно? Важно сохранить красоту и вот эту поэзию церковно-славянского языка. Поэтому это очень тонкий, деликатный вопрос. Надо и просвещать, и одновременно хранить богослужебные традиции русской церкви в центральной России. Я не говорю, предположим, если в Якутии там богослужения совершаются на якутском языке. Совершенно нормально. И никто не скажет им, что они нехорошие, потому что у них литургия идет на якутском. Ну, то есть, все-таки надо эти несколько слов на церковно-славянском выучить и получать удовольствие от понимания священности. Вы знаете, здесь должно быть движение обоюдно, навстречу друг к другу. Я вот вам скажу, как я практикую в Георгиевском соборе. Естественно, в Георгиевском соборе Евангелие, священное Писание за богослужением читается по церковно-славянски. А после службы я выхожу к народу и читаю его по-русски и рассказываю и растолковываю о том, что было сегодня за богослужением, смысл богослужения. Потому что знать священное Писание, знать учение Церкви это наша обязанность. Потому что как мы можем свидетельствовать о Христе распятом и воскресшем как в священном Писании написано для иудеев соблазн, для эллинов безумие, а для нас это и радость, и гордость, и смысл, если мы не знаем учения Церкви, а в богослужении, в православном богослужении очень много раскрывается и догматических, и литургических истин, и предания Церкви. Поэтому я хочу всем пожелать, чтобы знали священное Писание, читали по-русски, и приходили на службу, и наслаждались поэзией славянской богослужения. Ну что ж, спасибо, батюшка, огромное за сегодняшнее посещение нашей студии, за сегодняшний диалог, действительно, об этом стоило узнать, ну и я надеюсь, что в сентябре мы встретимся в этой студии вновь, в соответствии с вашей загруженностью, с вашим графиком. Еще раз благодарю. Спасибо всем. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы был благочинный церквей Одинцовского округа Московской епархии Архимандрит Нестор. На этом мы с вами прощаемся, всего доброго, до новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова